В Бурятии всё ещё остаётся неблагополучной ситуация с бешенством животных. Болезнь изначально активизировалась в шести районах. Сейчас заболевание идёт на спад. К примеру, с Джидинского района ограничения уже сняли. На подходе Закаменский и Бичурский районы, говорят в управлении ветеринарии. Тем не менее, специалисты обеспокоены. Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Мы на сегодняшний день имеем 54 эпизодистских очага, в Мухаширбийском районе только 45. Основными причинами возникновения бешенства в Республике Бурятия не проводится эпизодический мониторинг по бешенству. Это выявилось при объезде эпизодистических очагов по Мухаширбийскому району. Вторая причина в том, что многие сельские районы и населённые пункты превратились в мусорные свалки, что создаёт среду обитания для диких животных. Бешенство – абсолютно летальное заболевание. За последние шесть лет в России от него погибли 28 человек. Бурятия находится в зоне ежедневного риска. Меня настораживает тот факт, что на сегодняшний день чаша весов, которая в начале декабря была, конечно, более 70% случаев бешенства регистрировалась у диких животных. На сегодняшний день эта чаша весов перевесила в сторону сельскохозяйственных животных. 56% от числа заболевших случаев бешенства у животных на сегодняшний день регистрируется среди КРС. То, что длится с ноября по февраль – только начало. К слову, инкубационный период бешенства у КРС – 2-3 месяца. А это значит, говорят в Роспотребнадзоре, что уже в марте можно ожидать новую вспышку бешенства, потому как те ветеринарно-санитарные правила, которые сейчас существуют по защите от болезни, устарели им 20 лет. Надзорные органы призывают разработать новые ветеринарные правила для увеличения охвата иммунизации против бешенства сельскохозяйственных животных. Дарья Пелоусова, Сергей Петров, Новости дня.